В рамках национального проекта «Культура», региональных программ «Культурная среда» и «Цифровая культура» город Уварва принял участие в конкурсе и получил субсидии на укрепление материально-технической базы детской школы искусств на сумму более трёх миллионов рублей. Ещё два с половиной миллиона выделено на создание концертного виртуального зала. Сейчас работы идут полным ходом. Установлены экран, проектор и современный микшерный пульт. Для того, чтобы уварские зрители, никуда не уезжая, могли посмотреть выступления мировых звёзд в онлайн-трансляции, учреждение дополнительного образования оснащено высокоскоростным интернетом. Укреплена материально-техническая база, мольберты, интерактивные доски, компьютеры, оргтехника и, конечно же, музыкальная литература. Также в распоряжение учащихся и педагогов поступили новые скрипки и пианино, привезены баяны, аккордеон, балалайки, гитара, контрабас. Можно сказать, что практически все старые инструменты в школе заменены, рассказывает начальник отдела культуры Наталья Почичуева. Конечно же, всё это будет способствовать профессиональному росту учащихся. Мы просто уверены, что в связи с укреплением, совершенствованием материально-технической базы детской школы искусства, как педагогам, так и нашим детям будет очень комфортно, уютно заниматься на новых инструментах и, конечно же, желаем им больших творческих побед и успехов. Побывав в аудиториях, глава города Уварова пообщался с педагогами и детьми. Евгения Белкопытова рассказала, что занимается по классу фортепиано на протяжении 9 лет и в будущем планирует продолжить музыкальную деятельность. Испробовав новый инструмент, исполнительница осталась довольна. Пианин, который привезли, очень хороший, хороший звук, хорошо прикасается и очень легко играть. Приобщить детей к искусству, воспитать творческие личности, которые в будущем смогут себя реализовать. Всё это возможно благодаря участию города в нацпроекте, отметил Владислав Денисов. Сегодня мы увидели, как работает виртуальный кинотеатр. Это очень дорогостоящее оборудование, которое, на мой взгляд, позволит сегодня наших детей приобщить к театральному искусству, музыкальному искусству. Когда ребёнок будет видеть, приходя сюда, настоящих музыкантов. А может быть, а мы в этом уверены, кто-то станет профессиональным музыкантом. Конечно, мы, думаю, что увидим и творческих выступлений, уже результат работы педагога, и уже горожане услышат звук новых инструментов. Одновременно с инструментами детская школа искусств заказала хореографические хоровые станки, ширму для кукольного театра. Вместе с тем появятся новые колонки, микрофоны, обновится световая и акустическая аппаратура. А благодаря оборудованию для звукозаписи в учреждении появится своя студия. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, НашГород.